С нового года минимальный размер оплаты труда повысит до 13 890 рублей в месяц. Ранее он был на тысячу меньше. Вырастет и прожиточный минимум. Он составит больше 12 000 рублей. Трудоспособное население будет получать почти 14 000. Пенсионеры около 11 000. Повысят прожиточный минимум и для детей. С 1 января повысят страховые пенсии почти на 6%. Средний размер выплат превысит 17 000. Также вступают в силу новые правила выплаты пенсии. Одно из них – освобождение от удержания из пенсии в случае признания гражданина банкротом. С 2022 пенсионный фонд раз в три года будет информировать мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Больничные листы станут электронными. Врачи будут подписывать его электронной подписью и размещать в информационной системе фонда социального страхования. По требованию пациента на бумаге ему предоставят выписку с номером цифрового документа. В новом году упростят получение субсидий на оплату услуг ЖКХ. Теперь их смогут получить даже должники. Как пояснили в Минстрое, оформить субсидии не смогут те, у кого долг по квартплате взыскан судом. Еще одно нововведение – желающих оформить субсидии освободят от сбора документов об отсутствии долгов. Органы власти сами запросят эту информацию. С 2022 года автомобилистам и мотоциклистам не нужно проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО. Обязательный техосмотр останется в том случае, если транспорт старше 4 лет и его нужно поставить на учет или сменить владельца. Для такси, автобусов и грузовиков техосмотр останется обязательным. Юлия Золотарева, телеканал «Алмазный край».